Всем привет! Вы на канале Технолинк и в этом видео мы рассмотрим смартфон Realme 7. Ссылки с максимально актуальными ценами я закреплю для вас в описании под этим видео. А вы в свою очередь можете поставить лайк и подписаться на канал, тем самым вы очень сильно меня поддержите. Ну а если ты уже подписан, тогда усаживайся поудобней, а мы начинаем. Устройство приходит к вам в руки в желтой картонной коробке с цифрой 7 в центре. В комплекте идет силиконовый чехол, кабель, зарядное устройство, защитная пленка, которая уже наклеена на экран. Телефон выпускается в двух расцветках, зеркальный синий и зеркальный голубой. Нет разделения цветов по гендерному принципу. Все цвета спокойные. Корпус изготовлен из прочного пластика. Задняя крышка симпатичная переливается, но на ней остаются отпечатки пальцев. На тыльной панели расположился вытянутый блок камер. Он выпячивает над корпусом. В сравнении с предшественником блок стал немного меньше, а вспышка переехала. Разъемы расположены так же, как у Realme 6. Справа расположен сканер отпечатка пальцев, а слева кнопка регулировки громкости и слот для сим-карт. Разъем для наушников тоже сохранился. Он расположился на нижней части устройства. Помимо этого, здесь расположены гнездо зарядки, микрофон и динамик. В Realme 7 решили поставить IPS-дисплей диагональю в 6,5 дюйма. Разрешение составляет 2400 на 1080 пикселей. От царапины и сколов его защищает закаленное стекло Gorilla Glass 3. Как я говорил ранее, с упаковки на экран наклеена защитная пленка. Лучшая цветопередача и насыщенность будет, если ее убрать. Яркость экрана хорошо адаптирована под различные ситуации. На минимальной будет хорошо читать книги или серфить сайты даже в темноте. Глаза не будут сильно уставать. Также присутствует специальный режим, снижающий утомление и защищающий глаза. Емкости батареи здесь вполне хватает. Она составляет 5000 мАч. При авиарежиме и 50% яркости просмотры видео составят 24 часа. В комплекте, как я говорил ранее, идет зарядка на 30 Вт. Полный заряд батареи вы увидите уже через 65 минут, а 50% всего через 26. В Realme 7 установлен процессор Mediatek Helio G95. Он немного разогнан, но на практике вы этого не почувствуете. Устройство поставляется с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Для стабильно хорошей работы этого достаточно. На смартфоне без каких-либо помех можно играть даже в самые требовательные игры, такие как PUBG. Причем стабильно будет 30 фпс. Если что, это максимум в этой игре. Основной модуль камеры на 48 Мп, а всего их 4. Ультраширокоугольная камера на 8 Мп, а датчик глубины и макрокамера на 2. На выходе получаются достойные дневные и немного шумные ночные фотки. По умолчанию стоит, что на фронтальную камеру кадры получаются с разрешением в 4 Мп, но это исправляется в настройках, так что имейте это в виду. В Realme 7 улучшились параметры в сравнении с предшественником. Здесь лучший экран и производительность. За хорошую цену вы получите большую автономность, хорошее качество съемки и быструю работу устройства. Если вам нужен телефон на все случаи жизни, то Realme 7 вам подойдет. Ну а если я помог вам с выбором, стоит ли покупать этот смартфон или нет, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Не стоит забывать, что ссылки с актуальными ценами находятся в описании. А если вы пользователь этого телефона, то можете поделиться своим мнением в комментариях. Вы были на канале Технолинк, но я с вами не прощаюсь. Еще услышимся!